Материалы для декора своими руками. 11 необычных превращений самых простых материалов. Крафт бумагу сминаю и расправляю. Так поступаю несколько раз, сминая и комкая бумагу в разных направлениях. Наношу кондиционер для волос и снова комкаю несколько раз. Бумага стала мягкой и эластичной, по текстуре очень похожа на кожу. Дала несколько минут просохнуть. Эту идею нашла в интернете, но окрасить коричневым кремом для обуви – моя придумка. Приклеиваю на клей ПВА. Бумагу стоит смочить водой из распылителя. Получилась неплохая имитация кожи. Покрываем акриловым лаком. Теперь посмотрите, во что можно превратить салфетку. Клей ПВА развожу крепким кофе, один к одному. А это бумага, в которую заворачивают обувь. Получилась винтажная бумага. Салфетку также можно превратить в бумагу с помощью пищевой пленки и горячего утюга. Накройте бумагой для выпечки. Идеи с клеем и пищевой пленкой не новые. А вот соединить москитную сетку с салфеткой – моя авторская идея. Оконную сетку от москитов окрашиваем белый цвет. Наношу неразведенный клей ПВА. Затем делаю обычный декупаж. Этот новый материал вдохновил меня на множество идей. И ему можно посвятить полностью выпуск. Ну, чем не гобелен или вышивка? Клей ПВА развожу водой. На четыре части клея одна часть воды. Пластик как следует промазываем клеем слева направо и сверху вниз. Как следует прижимаю и приклеиваю ткань. Подойдет любая хлопчатобумажная ткань. Наношу клей на ткань вдоль и поперек. Бумажное полотенце сминаю, затем расправляю. При помощи кисти создаю волны складочки в обоих направлениях. Наношу клей на ткань и поперек. Капаю краски. Подойдут любые жидкие красители. Текстильные, пищевые, можно акрил, разведенный водой. У меня краски для шелка. Затем кисточкой распределяю краску так, чтобы она попала во все складочки. В клей ПВА добавляю глиттер. Этот шаг можно пропустить, но я делаю материал для елочных игрушек. На просушенную заготовку наношу сухой кистью акриловые металлики. Такой фактурной тканью можно декорировать различные предметы, рамки, шкатулки. Из нее можно сделать украшения, а также использовать в скраб-букинге. Из ваты можно делать не только очаровательные игрушки. Ее можно превратить в полотно и использовать в декоре. Клей ПВА развела водой. И вначале я только смачиваю вату раствором клея по направлению волокна. Когда вата полностью намокла, начинаю как следует прижимать ее и выгонять воздух. Делать идеальное ватное полотно научилась у мастера Саньяд Хагур. А вот тонировка – мое изобретение. На пропитанную клеем мокрую вату капаю краску. Подойдут любые жидкие краски. Можно пищевые или текстильные красители. Такое полотно можно сделать и фактурным. Для изготовления ватного полотна я использую дно от формы для запекания, смазанное маслом. Но это может быть любой предмет. Проверьте различные пластиковые упаковки, имеющие рельефную поверхность. А это ватное полотно не идеально ровное. И в этом вся его прелесть. Я взяла 4 емкости, наливаю клей и примерно такое же количество воды. Добавляю акриловую краску. Вата должна как следует пропитаться этим раствором. Как следует выжимаю ватные комки. И это очень важный момент. Возможности я делаю ватные комки более плоскими, растягиваю их. Раскладываю вату таким образом, чтобы один цвет заходил немного на другой. Они должны лежать очень плотно, потому что мне нужно в итоге получить полотно. Этот материал получился довольно пластичным и хорошо принимает форму. Его можно сжимать и выгибать. Клея нужно совсем немного. Чайные пакетики на несколько минут оставляем в отбеливателе. Затем промываем в воде и просушиваем на бумажном полотенце. Укладываю на пергаментную бумагу и капаю парафин. Окрашивать пакетики можно любой жидкой краской. У меня жидкая акварель. После высыхания накрываем бумажным полотенцем и проглаживаем на средней температуре. По текстуре этот материал очень похож на ткань. Чайные пакетики при помощи огня превращаются в камни. Таким образом, можно декорировать любую поверхность. Гипс, дерево, стекло. Много других идей по использованию чайных пакетиков вы найдете в описании под видео. Это фантастическое открытие я сделала совсем недавно. Наклеиваю чеки на лист плотной бумаги. Крепкий кофе. Антисептический гель. И фен. Крепкий кофе. Крепкий кофе можно повторить. А также и спиртовой гель. Есть еще множество идей и техник по работе с кассовыми чеками. Стоит увидеть полное видео. Ссылка в описании. На ночь оставила под гнетом. Первый источник. И распечатанная на принтере дизайнерская бумага. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok